Сегодня я желал бы поделиться с вами тем, что переживаю сам. Не то, что мне не знакомо и то, чего я не знаю, уверен, что знаю несовершенно, но к чему уже могу прикасаться? И если Господь благословит вас, мы все сегодня к этому прикоснемся и все сегодня будем, и все сегодня порадуемся. Но о чем бы я хотел рассказать? Это о том, что Господь совершает свою работу. Не бывает, чтобы Бог не делал свою работу. И в данном случае хочу просто напомнить, рассказать вам об одном случае, который произошел не так давно, две недели назад. У нас на подростковой. Слава Господу, к нам приходят подростки каждое воскресенье в 5 часов. И я хочу напомнить бабушкам, мамам, папам, всем, кто есть, чтобы вы помнили, что это всегда систематично воскресенье в 5 часов. И помним вечер хвалы и поклонения, помним прославление это, как мы радовались здесь, танцевали, поклонялись Богу и воздавали Ему славу. И после этого, на следующей неделе воскресенье у нас был вопрос, мы говорили о благодарности, мы говорили о дне благодарения, вообще зачем Он есть? Что такое, что означает благодарить Бога? Что такое благодарность? Зачем мы благодарим Бога? Почему мы Его благодарим и за что? И мне понравились ответы, знаете, действительно, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, Бог устроил хвалу. И я услышал ответы, которые меня очень поразили в глубине сердца, которые меня очень коснулись. Один из мальчиков, Эдгар, он один из самых немногословных у нас, кто есть. То есть, когда очередь дошла до него, когда он сказал, за что мы можем благодарить Бога, меня очень поразил его ответ. Меня очень поразил его ответ тем, что он сказал, мы благодарим Бога, мы благодарим Бога, потому что когда Он создавал нас, Он создавал нас, отходя от своего образа и подобия. Он создавал нас, несмотря на что-то другое, ни на животное, ни на дерево, ни на что, что есть в этом мире. Когда Он прикоснулся к тебе и ко мне, когда Он прикасался, Он смотрел на себя и делал тебя. Какие слова? 13 лет парню. И следующее о том, что сказали, и потому что Он любит нас такими, какими мы есть. Это то, что нас поражает в Боге. Это то, что нас особенно поражает в Боге, потому что Он любит нас такими, какими мы есть. Мы приходим к Нему и Богу, и Бог не говорит, что я приму тебя только когда вот так вот. Нет, Бог так не говорит, Бог не говорит так. Он Духом Святым понуждает нас. Если в нас есть грех, в нас есть трудность, Бог не говорит тебе о том, что прости, я тебя сейчас не принимаю. Это не голос Духа Святого, который говорит, тебя я сейчас не принимаю. Нет, это голос Духа Святого, который говорит, я жду тебя, но грех тебе мешает. Скорее избавляйся, потому что я жду тебя. Вот его голос. Он любит тебя таким, каким ты есть. И желает быть всегда в общении с тобой. И если что-то мешает, Бог будет говорить тебе, показывать, приводить, очищать твой путь. Будет трясти тебя. И если надо будет, он серьезно тебя накажет. Но только из-за одного, только по одной причине. Это для того, чтобы ты был в его присутствии, для того, чтобы ты был с ним. Для того, чтобы ты пришел к нему. Нету другой причины. Квала Господу за это. Много ответов было услышано очень интересных тогда. Что такое благодарение? И другой подросток. Это мой брат Вовочка, Владимир Седнев, младший. Слава Богу, Господь дает нам мудрость. Это был его ответ. Он сказал о том, что благодарность, это когда мы благодарим, мы показываем тому, что кто-то к нам что-то делал. Что мы ценим, что он делает. Что мы ценим о том, что он делает нам нашу жизнь. И благодарность, дальше уже мы рассматривали на уроке, это шаг нашей веры. Благодарность, это шаг нашей веры. И ключ, ключ к поклонению, прославлению и молитве, и великому общению с Богом. Потому что вспомним историю с Иовом, который был благословлен всем. И он благодарил Бога, он воздавал ему жертву. Написано, каждый год, каждое время, когда собирались дети делать день рождения, они делали праздник, делали этот годовой круг. И приходил их отец Иов, жертвенник делал, клал жертву туда. И говорил, Господи, прости, вдруг они похулили тебя в сердце своем. И он был богобоязнен, он любил Бога, и он знал о Боге много. И в чем истинно, что Бог, почему Бог допустил такие страдания ему? Потому что он хотел, чтобы Иов не просто знал Бога, чтобы он его видел. Это написано в 42 главе книги Иова. И какой был ключ к тому, что он увидел? Да, Бог допустил ему страдания. Но написано, когда он допустил страдания, что у него скот, мелкие и крупные, верблюды, валы, дети разбиты были. Когда огонь Божий сошел с неба, все пожег. Когда собрались все в дом старшего, и написано, ветер пришел и снес четыре угла, и упала крыша, и убила всех. Написано, он встал, разорвал свои одежды, он упал, разорвал свои одежды, покрыл себя пеплом, и сказал, Господь дал, Господь взял. Будет имя его благословенное, его имя все равно будет благословенное, что бы ни произошло в моей жизни. Это благодарность Богу. Это упование, это вера ему, это вера в то, что он ничего не просмотрел. Это вера в то, что для чего-то было допущено, потому что он знал, что он праведен. Потому что Иофф знал, что он праведен, и он говорил об этом Богу, Господи, я же праведен, если бы я делал-то что-то не то. Но сердце мое говорит, что все в порядке. Говорит, что я делал, я давал приют сироте, что я принимал иностранца и вдову, и все, я делал хорошо. Почему ты так ко мне отнесся? И это был постоянный вопрос, это не был бунт перед Богом, это было взывание к нему. Это была огромная нужда, потому что Господь хотел огромным образом ему явиться. Иногда наши, знаете, иногда наши знания о Боге, они мешают нам видеть настоящего Бога. Мы можем много знать о Боге, и чем больше мы Его знаем, лишь знаем, но не видим. Мы тем больше, мы праведны, да, жизнь наша добрая, и это все хорошо, но Богу это недостаточно. Бог желает, чтобы мы видели Его, как видел Адам и Ева. Бог желает, чтобы мы видели Его, как видит Его Иисус Христос. Вот она Его цель. Поэтому Богу недостаточно. Его не удовлетворяют лишь добрые дела. Его удовлетворяют, чтобы эти добрые дела сопровождались полным общением с Ним, полным хождением с Ним, чтобы пришли в полное, полное погружение друг в друга. И поэтому надо было Иова немножко потормошить, надо было его встряхнуть. И дьявол, и Бог увидел, и дьявол пришел, и он забрал у него все, приходит к Богу. И Бог говорит, видишь, он до сих пор твердо непорочен. Как часто мы в своей жизни, давайте зададим вопрос, когда у нас что-то одно уходит из жизни, один аспект страдает, ну два, ну три, ну не вся жизнь. Как часто мы впадаем в депрессию, в печаль, и все так тяжело и серо. И знаете как, и по большей части мы переживаем, мы как бы не проходим с победой эти моменты, а больше переживаем их. Знаете, как бы что, переживаем момент, когда он проходит эти трудности, когда он сам по себе пройдет, и потом, ух, слава Господу, мы не так-то и страшно дошли. Когда цель Бога, для того, чтобы мы не просто как-то прошли этот момент, чтобы мы вышли из него с силой и крепостью. Иов показал, Иов является примером веры, примером того, что даже в тот трудный момент, когда потом дьявол сказал, а ты прикоснись к его плоти, человек за свою жизнь все отдаст, кожа за кожу, но за жизнь отдаст все человек, что имеет у него. И Бог сказал ему, хорошо, рука твоя пусть будет на нем, но души его не трогай, душу его сбереги. И написано, покрыла проказа лютая Иова. Всю кожу его, по самой теме его, единственное, что остались губы. Сверху донизу покрылся белый, и он сел в пыль, чтобы тереть себя черепицей, снимать с себя эту кожу, чесаться от зуда. Так еще и этого было мало. Приехали трое его друзей, которые семь дней плакали с ним, а потом его осуждали. Думается, что может быть еще хуже. И Иов очень четко говорит об этом в своей книге, и пишет о том, что меня оставили все. Все меня бросили. Господи, но я же знаю, что это не так. Почему это было так? Господи, ответь мне. И когда эта чаша, она приполнилась, явился Бог ему, и сказал ему, и открылся ему, и сказал ему, что было, что будет. Он открылся ему, и слова Иова, которые он сказал, я отрекаюсь от того, что говорил о тебе. Иов говорил правду о Боге. Позже в 6 стихе, 42 главе, мы можем прочитать, где Бог говорит, в 7 стихе, кажется, где говорит Бог друзьям Иова, и он говорит такие слова, что Иов говорил обо мне лучше, чем вы. Бог говорит слова эти друзьям. Иов говорил правду о Боге. Он не говорил лжи о Боге. Нет, он говорил правду. Но даже тогда, когда Иов увидел глазами своими Бога, он сказал, Господи, я говорил о том, о чем не разумел. Теперь же мои глаза видят тебя. Вот что добивался Бог. Его глаза увидели Бога. И написано, после этого Бог повелел друзьям и сказал, вашу вину я приму только после того, как он совершит за вас жертвоприношение. Принесите ему, он принесет за вас жертвоприношение, возложит руки, я вас прощу. Говорилось ли там, что Бог снял с его болезни? Нет. Нет, не говорил. Но после того, как Иов увидел Бога, Бог помазал его на служение. И когда вы встречаетесь с Богом, вы становитесь царственным священством. Мы становимся царственным священством. И он помолился за них, и Бог просил вину им, и исцелил его. Ключ к тому, ключ к тому, чтобы были благословены мы, и чтобы благословение пришло и вернулось. И написано, все вернулось вдвое. И семь сыновей, и три дочери вернулись к нему. Да такие три дочери, которые славились красотой на весь восток. Все началось с чего? Увидим Бога. Вот за это мы должны благодарить Его. Мы Его увидели. И наша задача Его всегда видеть. В шестой главе книги пророка Исаии, меня очень поражает это место всегда, где написано, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, в высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов!» И вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курением. Что происходит, когда мы верим Богу? И когда даже мы в трудности, когда мы в проблеме, говорим Богу, что ты свят, свят, то есть все в тебе правда. Я верю во все, что ты говоришь. Я исповедую тебя моим Богом. И как бы мне было тяжело, или мне сейчас хорошо, ты мой Бог все еще. Был, есть и будешь. Господь Савов, мое упование, моя защита, моя крепость. Я верю и доверяю тебе. Написано, «От глаза восклицающих поколебались верхи врат». Это означает двери, двери, огромные, мощные двери храма, они задрожали, и воздух наполнился благоуханием Божьим. Откуда приходит присутствие Божье? Откуда приходит это состояние поклонения? Ответ прост. От благодарения Его. От благодарения Его. И вопрос, почему мы прославляем Господа, почему мы Его хвалим, вот этот же и есть ответ. Почему важно каждый день благодарить Его в своей жизни? Почему важно каждый день с утра Его призвать и говорить, «Господи, я благодарю Тебя. Ты дал мне этот день для нового начала. Дал мне этот день для обещаний, для того, чтобы я был с Тобой, для того, чтобы показать мне свою дивную руку. Я благодарю Тебя. И не важно, что у меня сейчас происходит. Я благодарю Тебя, потому что я с Тобою. Я общаюсь с Тобою. Я люблю Тебя. Я освещаюсь. Стремлюсь исправиться. Ты видишь, что я не вижу и открываешь мне глаза. Я хочу быть с Тобою, Господи, и я благодарю Тебя, что Ты всегда даешь мне этот шанс. Эта благодарность сводит Дух Святой с небес в вашу комнату, в ваш дом, в вашу семью, в ваши отношения, во что бы это ни было и в те ситуации, которые вы призываете. Когда мы можем благодарить Господа так? Теперь вопрос, если благодарность это вера, как хочется благодарить Бога по-настоящему? Ведь есть трудности, знаете, когда настолько тяжело все и трудно, приходим, кажется, в церковь и никак не прославить Господа, никак не поклониться, никак не оторваться от нижнего, чтобы подойти к горнему, как говорит нам Писание. Никак этого не сделать. Столько всего и слишком много нас заботит. Может быть, это даже маленькая вещь, всего один вопрос, но вот засела она внутри и не освободится от нее. Нам нужно знать, что такое ответ, что такое вера. Для этого, для того, чтобы освободиться от этого, для того, чтобы оторваться от этого, послание к евреям дает нам такое, скажем, наставление. И оно звучит так. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Место, которое я знал, может быть, с 10-12 лет. Но понимать его, возможно, начиная только сейчас. Недолго совсем. Не то время, что я был с Богом, когда посвятил ему себя и стал слушать. Намного меньше. Намного. Но это ключ к нашим ответам. Откуда может происходить благодарность от вашей веры в него? Что такое вера? Вера — это осуществление ожидаемого. Это означает законченное действие. Это означает то, что вы ожидаете. Вы находитесь с Богом. Вы вопрошаетесь с Его. Конец будет, и будет хорош. Вера — это осуществление ожидаемого. Вера — конец будет хорош. И уверенность невидима. Это означает, что ничто не поколеблет твою уверенность в этом. Это означает, если ты знаешь, какой конец. Когда Давид в псалмах, он пишет, «Господи, покажи мне конец мой». Почему он молится так, чтобы знать, во что верить? Почему мы вопрошаем Бога, почему мы ищем Его? Для того, чтобы нам знать, к чему мы идем. Потому что, когда мы знаем, к чему мы идем, мы можем верить. Потому что тогда мы приходим к Богу, и мы говорим, «Господи, ты мне сказал вот такое обещание. Мое сердце проговорило твое слово. Оно сказало, таков конец мой, такой. Я прихожу к тебе по твоему обещанию. И моя ситуация сейчас, она меня отрывает от твоего обещания. Она не дает мне верить в тебя. Она не дает мне доверяться тебе. Это такие молитвы. Это такое воззвание. Пример можно привести очень простой. Это как наши отношения. Друзья. Не будем брать сейчас муж, жену. Это я еще не женатый. Возьмем друзья. Друзья, настоящие друзья. Что их отличает? Доверие друг к другу. Это означает, я позвоню тебе, и все, без проблем. Он будет стараться что угодно сделать, чтобы получилось. Он протянет руку. Он позаботится. И я его выручу, когда надо. Это доверие. Полное доверие. Полное доверие. Написано, любовь. Это замечательное место. Вера берется от любви. Мы когда-то говорили с вами на эту тему. Помните о том, что веры без любви не может быть. И первое послание Коринфян говорит о том, что... Говорит о том, что... Любовь долго терпит. Милосердствует. Не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде. А сорадуется истине. Все покрывает. Всему верит. Всего надеется. Все переносит. И любовь никогда не перестает. Хотя прекратятся и умолкнуты знания. Она не перестает. Церковь Божья. Нам очень нужно больше верить вот в такую любовь. Нам больше нужно верить вот в такую любовь. Что Бог любит нас именно вот такой любовью. Посмотрите, какая любовь Божья. Посмотрите, какая эта любовь была дана нам. Вот она, его любовь. Такая любовь была излита на землю. И такая любовь дала нам Иисуса Христа, чтобы мы приходили к Нему. Веря вот в такую любовь, мы получаем обетование. Веря вот в такую любовь, веря и отдавая свою жизнь в ослужение такой любви, мы получаем его жизнь. Слава нашему Богу. И если за что нужно благодарить, это за это, за такую любовь. Эту любовь, которая обращается к нам и которая учит нас, как любить. И говорит о том, что если ты веришь в эту любовь, то все возможно верующему. То все возможно верующему. Моя любовь вот такая приходила на землю. Она великая. Ее невозможно понять. Ее невозможно оценить. Как сказала женщина на той молитвенной. Она делилась своим свидетельством и говорила о том, что, Господи, я не могу представить, у меня каждое утро слезы текут от радости, что ты сделал для меня. А ведь я совсем этого не достойна. Если мы верим в такую любовь. Если мы верим, что когда он с нами. Мы верим, что мы ищем лица его. Мы стремимся исполнять его волю. Мы делаем так, как он говорит, даже если нам это не нравится. И оно идет против нас. Если мы боимся делать то, что он говорит. Если мы верим ему, верим в эту любовь. И живем этой любовью. То все возможно верующему. Мой великий пример, который я обожаю. И о котором говорит Павел. Это Гедеон, муж веры. Которому Господь пришел, когда он прятался на гумне и точил и отбивал зерна, чтобы немного поесть. Когда к нему пришел ангел и сказал. Господь с тобой, муж сильный. Он говорит. Если Господь с нами, почему она спасила это? Он говорит. Иди силу из твоей, спаси народ израильский, какой ты есть. Он говорит. Мое племя, Господи, самое бедное. Я в моем доме, самый младший. Я не имею ни наследства. Ничего не имею. Все отдастся другому. Я младший. И самый слабый. Он говорит. Иди, Исю, я посылаю тебя. Ты поразишь Мадеонитян. Мадеонитян. Как одного человека. Мадеонитян было 130-тысячное войско. Два царя. Азарей и Салман. Они расположились своим станом. И написано. Верблюдов было весьма множество. И число их было. Как саранча. Что нельзя было увидеть землю. 130 тысяч пришли. Сколько? Две нарвы пришли. Полностью. С мужчинами, женщинами и детьми. Пришли две полностью нарвы. И они пришли и наполнили ту землю, чтобы победить ее. И Господь позвал одного человека. Он протрубил в рог. И пришло 32 тысячи солдат. И Господь сказал. Много народу с тобой. 30 тысяч пришло. Он сказал. Много. Пусть идут, кто робок и боязлив. 20 тысяч ушло. Осталось 10 против 130 тысяч. 10 тысяч против 130. Господь сказал. Нет. 10 тысяч. Все еще много народу перед тобой. Веди их к воде. Я выберу тебе воинов. Осталось 300 человек против 130 тысяч. 300 человек это столько, сколько поместится у нас здесь в зале. Если занять все места. Осталось 300 человек против 130 тысяч. Господь сказал. Я даю тебе силу и ты победишь. Как одного человека эти 130 тысяч. И что сделал Гедеон? Он поверил Богу. Он разрушил статую Ваала. Он взял. Он разбил его. Рассек его на священное дерево. Рассек на части, которому они поклонялись. Сделал из него дрова. Поднял жертвенник Господу. На этом священном дереве. Эти священные дерева сжег. Принес жертву Богу. А потом, когда вышли граждане и сказали, мы убьем его. Отец встал и сказал, если Ваал Бог, пусть сам за себя вступится. И Господь и взял он. И что? И победа. Если Ваал Бог, пусть сам за себя вступится. И Ваал не вступился за себя. Но Гедеон поднял свой рог и вострубил. Осталось 300 человек. Самая интересная история дальше. Когда осталось 300 человек. Господь разделил. Господь Гедеон сказал, разделите на три части. По 100 человек. В трех местах. Они пришли к трем сторонам этого лагеря. С чем они пришли туда, говорит Слово Божье? С мечами, копьями, щитами. Они пришли с луками. Вооруженные чем-нибудь. Нет. Они пришли. В правой руке они держали светильники. Там, где были вставлены факелы. А в правой они держали трубы. Это все, что у них было с собой. Это была вера в великую любовь Божью. И они встали с трех сторон. И сказал Гедеон, когда я затрублю, затрубите и вы. И когда я буду кричать, кричите и вы. И они подошли с трех сторон. Так, что не заметили их охранники. Это была Божья рука, которая проводила их. Насколько было бы нам страшно идти против такой армии? Насколько огромная у тебя проблема, что ты смотришь на нее. Господи, у меня не получится. Что сказал Господь? Я пастырь твой. Ты ни в чем не будешь нуждаться. И если пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла. Потому что ты со мною. И Гедеон тогда, он не испугался. Они разделились на три части. По сто человек. Они стали и ждали сигнала. И с сигналом Гедеона они разбили кувшины. И оттуда пошел огонь. Они вытащили факелы. И они кричали. Они подняли их наверх. И они кричали, меч Господа и Гедеона, и трубили в трубы. Все, что они кричали, меч Господа и Гедеона, и трубили в трубы. Факелы это дух святой. В тебе живет дух живого Бога. И если ты поднимаешь его наверх и говоришь, Господи, Боже, ты со мною. Ты был, есть и всегда будешь. Вот такой ответ его. И написано, возмутился стан. И побежали каждый. И написано, обратил Господь меч их друг к другу. И они стали себя поражать. И они побежали. От кого? От трехсот человек, которых даже и не видели. Вот она вера. Вот она вера. Потому что любовь Божья такая. Он не пошлет тебя и не даст тебе то, чего ты не можешь перенести. Нам нужно верить церковь в этого Бога. Потому что веря вот в такого Бога, наша жизнь перестает быть просто жизнью. Веря в такого Бога, мы должны слушать Его. Слушать Его любовь. Господь говорит нам оставить грех. Оставить неправильные вещи. Привычки, алкоголь, порнографию и много всего. Говорит, для чего? Потому что Ему что-то нас задевает здесь? Нет, потому что Он видит, что мы от этого страдаем. Он видит, что мы в грехе и мы не можем общаться с Ним. Если мы в грехе, мы не можем верить в такую любовь. Потому что грех приносит чувство вины. Оно приносит чувство подавленности и рабства. Ты зависим от своих желаний. Господь говорит, не надо зависеть от своих желаний. Ты волен говорить своим желаниям да и нет. Верь мне, я дам тебе силу. И чем больше мы становимся чище и ближе к Нему, тем больше эта любовь действует и работает. Прекрасные слова, которые написал Павел. И он сказал о том, что не хватит мне написать всех мужей веры. Всех мужей веры. И я хочу верить. И я знаю, что благодарность Богу – это шаг моей веры. Это шаг нашей веры. Последний, кого я хотел бы привести в пример – это Давид. Когда я посвятил Господу себя, это было почти четыре года назад. В феврале будет четыре года. До этого я любил очень книгу-притчи. Я и сейчас ее люблю. Но в тот момент Господь открыл глаза мои на другую книгу. Пасалтирь. Книгу песней. Книгу, где поют Богу. Эта книга, что увидел я в ней? Эта книга веры. Эта книга полной веры Богу. Эта книга полная не пустых молитв. Не просто каких-то... Не просто, знаете, как мы... Здесь наполнены слова, которые говорят, «Господи, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. По Тебе томится дух, душа и плоть. Земля пустой, безводной, сухой. Как лань желает потоком воды, Жаждет душа моя к Тебе, Боже». Это был пережиток всего. Почему? Почему он мог писать такие слова? Потому что во все трудности, во все радости он видел Бога, и он видел Его руку, что это Его рука была там, что Его рука там. И когда было трудно, он знал, что Бог забрал большую часть проблем, чтобы дать Ему всего немножко, всего немножко, чтобы Он пережил, а потом стал сильнее и прославил Его. И знаете, в вашей жизни происходит то же самое. Бог не дает вам нести трудности, который сверх ваших сил. Поверьте, Он является тот, который берет на себя самый страшный удар, самый мощный удар, атаку дьявола, и где ангелы сражаются Его за вас, и дает вам пережить немножко, чуть-чуть, что у нас есть. Для того, чтобы победив это, увидев, как Он благ, как Он добр, став сильнее, став крепче, став победителями, и этой победой показывая миру, что Бог жив и есть. Почему нам нужно верить Богу? Потому что без веры в Него, без веры в Его любовь, мы никогда не покажем миру, что Бог живой и реальный. Если мы не верим в реального, живого Бога, верим, это не означает, просто говорим красивое слово, верим, это означает, доверяемся Ему, доверяемся в Его руках. «Господи, Ты держишь меня? Я люблю Тебя. Ты любишь меня. Я ищу исполнить волю Твою. И что я не вижу, прости, но я все равно стремлюсь, чтобы увидеть. Я знаю, Ты никогда не дашь мне что-то, чтобы я не перенес. Ты даешь мне то, чтобы я стал совершеннее, чтобы я был лучше, чтобы моя жизнь была полна богатствами Твоими, чудесами Твоими и радостью Твоей. Ты даешь мне все для этого. Я доверяю Тебе, и даже если мне трудно, я смотрю на Тебя. Ты мой выход. У Тебя мой выход. У Тебя мой путь. И я приду к небесам. Я приду к источнику воды. И если я сейчас в пустыне, то прольется Твой дождь, прольется дождь Твоей благодати, и вырастут деревья, и вырастет сад, в котором упокоюсь, и пойду дальше в следующую пустыню, чтобы в конечном итоге вся моя жизнь превратилась в жизнь у цветов и садов». Это Его желание для вас. Будем верить Ему. Будем верить Ему. Будем верить Ему. И будем благодарить Ему. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова